Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вадим Ищенко и вы на YouTube канале ProTech. И у нас уже есть полноформатный обзор PlayStation 5 по сравнению с PlayStation 4 Pro. И сейчас мяч на стороне Xbox Series X. Давайте посмотрим, как видит Next Gen компания Microsoft. И ровным счетом, так же как и с PlayStation 5, приобрести Xbox Series X на старте продаж и даже через полтора месяца, когда я снимаю это видео, к сожалению, нельзя. Либо вы оформляете предзаказ для того, чтобы заплатить именно официальный ценник и ждете какое-то время, в случае с PlayStation 5 это очень долгое время, либо же вы переплачиваете. И вот в этом случае за коробку не такая уж и большая переплата, около 200 долларов. В то время как за PS5 необходимо переплатить ценник практически 2X. А поэтому за предоставленное на растерзание устройство хочу поблагодарить магазин Photomix Bike, который выручает сложные времена на старте продаж. Ребята продают не только консоли, но и огромный ассортимент фото-видеоаппаратуры, ноутбуки и прочие ходовые гаджеты. Ссылку на магазин оставлю в описании. По дизайну Xbox выглядит просто и относительно компактно. Подойдет под любой интерьер, в отличие от пятой плойки, где даже современная квартира может выглядеть, ну, мягко говоря, так себе. Series S, конечно, вверх портативности, но и X по сравнению с PlayStation 5 не такая огромная приставка. И очень нравится концепция того, что не нужно прикручивать какие-либо подставки для любой ориентации. Особенно для горизонтальной. Здесь есть специальные пипки, ножки прорезиненные для того, чтобы консоль уверенно стояла, точнее лежала в горизонтальной ориентации. Единственным таким эстетическим недостатком станет то, что прикрученная подставка, вот открутить ее в таком случае нельзя. И визуально это выглядит, ну, так себе. Несмотря на то, что пластик консоли матовый, он очень маркий, и к тому же он довольно легко царапается. Мне по долгую работу приходилось постоянно таскать консоль то к компьютеру для того, чтобы тезисно расписать сюжет этого видеоролика, то к самому телевизору для того, чтобы протестировать те или иные нюансы. И я могу сказать, что эта консоль довольно нежная. Сверху расположилась большая решетка выдула воздуха, его забор осуществляется с задней части, она покрашена зеленым цветом, и, к счастью, это не подсветка. В обзоре PlayStation 5 я говорил, что та подсветка довольно яркая и, по крайней мере, меня довольно сильно раздражает. Здесь же, кроме светящегося логотипа, вы больше ничего видеть не будете. Правда, на геймпаде тоже есть этот логотип. И вот он, когда вы решите играть с выключенным светом, что я настоятельно не рекомендую делать для зрения, довольно сильно светится. И фонарик хотелось бы, наверное, даже заклеить. Помимо кнопки включения, есть еще кнопка выброса диска, а также кнопка сопряжения с контроллером. И ей за все время, если не ошибаюсь, воспользовался я только один раз за месячный период эксплуатации, когда настраивал консоль в первый раз. И то, в основном, ты это делаешь через телефонное приложение, и оно офигенно. Об этом я еще расскажу немножечко позже. По системе охлаждения она идеальна. Это та система охлаждения, которую я хотел бы видеть в консолях. То есть в играх она практически бесшумна. В то время как при установке игр, ровно как и на PlayStation, она шумит и довольно-таки заметна. По интерфейсам хочу отметить отсутствующий USB Type-C на любой из грани этой коробки, в отличие от PlayStation, где хотя бы на лицевой панели он есть, хотя хотелось бы видеть и на тыльной части, чтобы подключить незаметно накопители, и чтобы эстетически это не портило внешний вид, а также слот проприетарный для расширения карт памяти. И вот они прям совсем не дешевые. Одна терабайтная версия стоит 20 тысяч российских рублей, это около 270 долларов. И, скажем так, совсем не бюджетно. В то время как у Sony, несмотря на то, что там объем встроенного накопителя меньше, есть варианты выбора. 512 гигабайт, либо 1 терабайт. Кстати, есть еще 2 терабайтной версии SSD накопителя, правда, я не знаю, поддерживает ли сама консоль такой объем данных. От надписи 1 терабайт, который изображен на коробке, по факту получается 930 гигабайт, а доступных пользовательских и того 800. Ну, это все равно на одну-две игры больше, чем у PlayStation. И память у консоли меньше не потому, что Microsoft негодяя, а потому что есть великолепная функция Quick Resume, о которой мы поговорим немножечко позже. И да, вы можете подключить внешний HDD через USB 3.0 интерфейс, правда, установить игры туда можно только старого поколения. И то, это сложно назвать установкой, это скорее архивирование игр, то есть запуск оттуда мгновенный невозможен. А новые игры можно устанавливать только на SSD. Комплектный гиппад получил минимальные изменения по сравнению с предыдущим поколением. Это крестовина, которая теперь вписана в окружность, и в принципе это более чем играбельно, никакой разницы, скажем так, в тактильных ощущениях я не получил. А также шероховатая поверхность в местах, где вы крепите свои руки, а также на курках. То есть потные ладошки будут меньше соскальзывать. Обновленный аксессуар разочаровал меня только в одном моменте. Это звуки, которые издают практически все клавиш, ну, правда, за исключением курков, и, наверное, кнопки включения консоли и сопряжения с ней. Это очень громкие звуки, которые могут разбудить спящего человека, когда вы решили тихонечко с утра поиграть. Правда, это не моя супруга, ее точно не разбудить даже выстрелом из корабельной пушки. И да, аккумулятор до сих пор поставляется с пачками батарейками. Вы можете докупить аккумулятор, но стоит он значительно дороже, чем батарейки. И лучше бы аккумулятором он комплектовался, а с батарейками я уже сам бы как-нибудь разобрался. У батарейк определенно есть преимущество в виде того, что вы их меняете крайне редко, то есть это 2-3 недели активного гейминга, в то время как в аккумуляторе с аккумулятором вы будете заряжать геймпад от 1-2 длительных каток. Но все равно, мне кажется, аккумулятор это то будущее, которое мы заслужили. А емкий аккумулятор это вот прям вообще бы порадовал. И все аксессуары, которые работали с Xbox One, теперь работают и с Xbox нового поколения. Компания Microsoft, равно как и Sony, заявила о поддержке 8К 120 Гц гейминга, но давайте будем честны. Хорошо, что люди обзавелись 4К телевизорами в большинстве случаев к 2021 году. Да и сколько там будет игр, которые будут тянуть 120 кадров хотя бы при 4К разрешении, не говоря уже про 8К. Да и вообще важно, чтобы ваш телевизор поддерживал эти самые 120 кадров. А так, в целом, Xbox Series X и PlayStation 5 это консоли, которые нацелены в первую очередь на стабильный 4К гейминг с фреймрейтом в 60. И здорово будет, если абсолютно все игры нового поколения будут идти без снижения разрешения. Это уже будет победой. Но она до сих пор не достигнутая во всех проектах. По включению консолей с нуля между Xbox и PS5 паритет это около 22-23 секунд. Но что касается запуска игр, у Xbox есть весомое преимущество. Функция Quick Resume работает всегда. Она по умолчанию отжирает те самые 200 гигабайт от заявлено терабайта. Первые запуски будут такие же долгие, как у Sony, а вот потом создается копия оперативной памяти на SSD и поэтому игры запускаются в среднем в 3 раза быстрее, а средний показатель около 8 секунд. И самое приятное, функция Quick Resume работает как после перезагрузки консоли, так и после ее полного выключения и отключения кабеля питания. Это прям вообще здорово. Эта функция также доступна на Xbox Series S, правда там от заявленного 500 гигового накопителя остается лишь 300. И это прям слезы, и это жирный минус, который вы должны учитывать при покупке Xbox Series S. Так как местно на SSD-диске выделяется ограниченное количество, то переключаться быстро между абсолютно всеми играми, которые вы скачаете, увы, но не получится. 5, максимум 7 игр, это то, что я встречал в интернете. Я лично переключаюсь обычно максимум между двумя играми, и этого вполне достаточно. Это круто, потому что это быстро, и это круто, потому что вам не обязательно доходить до каждого чекпоинта. Можно просто выключить консоль, либо переключиться без какого-либо ущерба для вашего личного времени. Также вы должны знать, что не все игры поддерживают быстрое переключение. Может быть какие-то еще не адаптированные. Также онлайн игры не работают с этой функцией. Интерфейс остался старым, ну там добавили две новые темы, но я не сторонник вообще что-либо менять. Привет адаптам айфона. Перегруженный и сложный интерфейс меня лично немножечко подбешивает. Очень много всего лишнего, и всяких там рекламных предложений, все моргает и переключается. Я лично думал, у плойки не интуитивный интерфейс, но нет, Xbox в этом плане, в общем, к нему нужно привыкать. И PlayStation 5, и Xbox можно использовать как мультимедийную платформу. Есть всякие популярные приложения вроде YouTube, Twitch, Oko, Яндекс.Музыка, Spotify и многое другое. Но вот конкретно в Xbox мне очень понравилось фирменное приложение для смартфонов, и оно наголову опережает то, что предлагает компания Sony. По крайней мере по скорости. В программе очень быстрая скорость отклика при взаимодействии консоли и самого приложения. Особенно чувствуется это при наборе текста. Я лично постоянно пользовался установкой и удалением программ. Вы даже можете стримить изображение игр с самой консоли. Ну, если кому-то это нужно. А также у Microsoft есть очень классная подписка Xbox Game Pass. А это более 100 игр абсолютно разного качества, но толковые. Проекты там действительно есть. И это очень выгодное предложение, особенно когда вы покупаете консоль с нуля. И максимум, что вы можете, то купить 2-3 игры. А с ними бывает сложновато. А тогда купили подписку, и можете откачать огромное количество игр. Хорошо, что хоть на PlayStation 5 появилась подписка PS Plus Collection, где можно скачать чуть больше двух десятков игр. И тут непонятно, как Sony будет развивать дальше свой продукт. А с Microsoft все понятно. Регулярное добавление крутых, ну и не очень тоже игр. Но тут вы должны помнить, что предложение от компании Microsoft не эксклюзивно. И купить Xbox Game Pass можно и на ПК. Но тут уже палка двух концов. Ведь купить за такие деньги аналогичное железо для компьютера, чтобы вы получали такого уровня качества графику, увы, ну не удастся. По крайней мере, в течение ближайших 2-3 лет. Около года назад я делал обзор на Xbox One X. То есть память еще свежа. Я могу сказать, что изменений по сравнению с новым поколением консоли не так уж и много. Это новый дизайн. Это стабильный фреймрейт 4K 60 кадров. С низкой задержкой. И это особенно видно в очень динамичных играх. А также быстрое переключение между играми. Это очень крутая фича. А преобладающую графику в консолях нового поколения мы, скорее всего, увидим только в будущем. Потому что сейчас при сравнении игрушек Past Gen'а и Next Gen'а лоб в лоб, без какого-то явного пиксель-хантинга, нет какого-то вау-эффекта. Правда, вот когда вы возвращаетесь на предыдущее поколение, это тоже самое касается и 5-й плойки, когда вы возвращаетесь на PS4 Pro, все-таки не хватает этих самых заветных 60 кадров. И вот остается такое неприятное послевкусие, и ты уже начинаешь задумываться, может все-таки купить консоль нового поколения. Что вы думаете по этому поводу, обязательно пишите в комментариях к этому видео, будет интересно почитать. На этом все, до скорых встреч, увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok